Всем привет, с вами Бивер и настольные игры. И сегодня на обзоре у нас цифровая версия настольной игры Stockpile. Это игра про биржевый аукцион и торговлю акциями различных фирм. Честно говоря, я бы, возможно, и не скачал бы эту игру и не установил ее, но узнав, что ее цифрует Digidized, скачал без промедления. Ну, очень уж крутые порты у них получаются, и Stockpile не стал исключением. Красивая и качественная, с довольно подробным обучением и поддержкой русского языка. Игра онлайн и оффлайн против ИИ, причем аж до пятерых. В меню при создании игры можно играть как в базовую версию, так и вводить до восьми модулей, включающих уйму разнообразия, вводящих комплексность в игру, но пока взглянем на саму игру на примере базы. Внутреннее пространство почти полностью отведено огромному табло с кущими ценами на акции, а также на экране есть информация по количеству денег у игрока, ну и наличие акций также. Каждый раунд игроки получают секретные данные о повышении или понижении цен на акции, либо же выплату дивидендов, и относительно этих данных игроки размещают новые карты акций фирм на ячейке, за которой происходит аукцион, по ходу которого каждый игрок получает одну из корзин. А после игроки могут либо продать имеющиеся у них акции, либо попытаться собрать большую комбинацию, в перспективе зарабатывая еще больше. Если же после изменения котировок фирма банкротится, игроки теряют все ее акции, ну а увеличение ее ценности выше 10 удваивает акции игроков. Таким образом, покупая и продавая, получая дивиденды и уходя в банкротство, игроки балансируют, стараясь зарабатывать как можно больше. Используя модули, можно ввести в игру помощников, за которых сперва придется уплатить некую сумму, зато после всю игру пользоваться их помощью и бонусом. Либо можно добавить случайные изменения котировок или облигаций, даже можно ввести изменяемую доску с различными треками, или дополнительные налоги и товары, в конце партии засеты из которых игроки получают дополнительную прибыль. Просто отличная экономическая игра, да. Возможно, в ней придется немало посчитать и даже где-то попредугадывать, надеясь на свою удачу. Однако, азарт и эмоции, которые она дарит, действительно стоят того. Единственное, что еще скажу, легкий уровень, ну, очень слабый у ИИ. Настолько очевидные ходы он пропускает, да, и на аукционе очень он тоже слаб. Так что, кто хочет чрезмерно утвердиться, как говорится, милости просим против слабого ИИ в стокпайл. В общем, на этом все. Как всегда, ставим палец вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии под видео, ну и любим на столке и играем в них. Ну а с вами был Бивер, и канал Бивер Геймс, еще услышемся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok